На этой неделе в Николопишножском мужском монастыре отмечали 630-летие кончины основателя этой обители, преподобного Мефодия Пишножского. Предание гласит, когда-то по благословению преподобного Сергия Радонежского своего учителя инок Мефодий удалился в пустынное место и в лесу поставил келью. Вскоре сюда пришли и те, кто хотел последовать таким же путем, жить в молитве и трудах вдали от людских поселений. Они стали учениками уже самого Мефодия, вместе с которым и преподобный построил храм. Святой Мефодий сам трудился при строительстве и пешим ходом переносил деревья через речку, которую с тех пор стали называть Пишножа. Как часто сюда приходите? Я первый раз. Второй раз. Но любая святыня в России, любой монастырь, любая сельская для православных крестьян – это большая молительная помощь для души, для тела, для обновлений. Будем молиться за наших плодов, которые сейчас на поле брали, за нас молятся. Божественную литургию в Сергиевском храме монастыря приехал отслужить епископ Сергия Вопассадский и Дмитровский Фома. Владыке Фоме во время божественной литургии сослужили игумен Алексий Горлычев, настоятельником Лопешнорского монастыря, протеерей Андрей Хмызов, благочиной Долгопрудненского церковного округа, протеерей Павел Мурзич, благочиной Дубнинско-Талдомского церковного округа, иерей Алексий Рыженков, благочиной Дмитровского церковного округа, а также иерей Сергий Бернацкий, и благочинной Яхронского церковного округа, и Иерей Сергий Сафронов, благочинной Рогачевского церковного округа. За 7 лет, с 2007 по 2014 год, монастырь восстановлен, но работы продолжаются, продолжается благоустройство территории. В этом году построена водосветная часовня, чтобы люди имели возможность прийти, набрать освещенные воды, окунуться в источники. Также в этом году расписана и будет освещена мемориальная келья блаженного монаха Ионы. Это подвижник благочестия, живший здесь в XVIII веке. Известно место его проживания здесь, на территории Николупичного монастыря. И вот эта келья, или комната, в которой он жил, она расписана, будет освещена для того, чтобы люди могли прийти и помолиться в этом месте, на месте подвигов блаженного монаха Ионы, которого также память в этом году празднуется. В свой престольный праздник братья Николопишновского мужского монастыря, а сегодня это восемь монахов, отмечало также 15-летие возрождения монашеской жизни в своей обители. При освящении Шифама поздравил всех с праздником и в своем слове напомнил собравшимся о значении подвига преподобного Сергия Радонежского и его учеников. Также владыка наградил братью монастыря и благотворителей архиерейскими грамотами.